Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Не могу сейчас широко разводить руками, потому что вы видите у меня экспонат. Это, кстати, достаточно раритетный экспонат от Закрамов Родины, специальная бутылка вина, выпущенная в 2004 году, к 60-летию государства Израиль. Ну, она у меня правильно хранилась дома, не волнуйтесь, но зачем я его показываю, вы наверняка догадались, потому что сегодня мы говорим о главе «Шлах». Очень сложная глава, говорить о ней из года в год, потому как, в общем-то, там только один сюжет, сюжет разведчиков, который вы прекрасно знаете, когда разведчики возвращаются из своего исследования земли Израиля, своей 40-дневной прогулки, они идут впереди. Их идут два разведчика, Калефа Бемифуне и Яшоа Бенун, которые несут огромный виноградник, израильского винограда, показать, какая замечательная эта земля. Но, к сожалению, эта история заканчивается очень грустно. Она заканчивается тем, что 10 других разведчиков убеждают еврейский народ, что мы не можем захватить эту землю, и этот день становится не только началом нашего 40-летнего путешествия по пустыне, где умирает целое поколение. Но этот день, когда произошли эти события, 9 августа, вновится самым трагическим днем в истории еврейского народа. Все самые страшные события, разрушение храмов, обоих храмов, изгнание евреев из разных стран Европы, все происходили в один и тот же день 9 августа. Ну, кстати, дамы и господа, включая и выселение евреев из Гушкатифа, и отдача сектора Азы в руки, сами знаете, кого. К чему я вам это говорю? Зачем мне вино? Потому что даже в самой негативной истории, в Торе мы можем будет очень важный момент. И эта история разведчиков, она подливает своего рода масло в огонь о том, откуда произошла философия, о том, что философия — это еврейская наука, которую греки у нас украли. Ну, я не занимаюсь спекуляцией, потому как, конечно же, то, что мы называем классической философией в иудаизм, попадает только уже в конце Средневековья, но был один величайший греческий философ, который в одиночку повлиял на иудаизм больше, чем все остальные мудрецы других народов вместе взятые — это, конечно же, Аристотель. Аристотель задается вопросом. Вопросом в своей книге «Поэтика» он задается вопросом, как получается так, что люди, которые говорят хорошие вещи, говорят правду, говорят истину, не могут донести это до аудитории? Он говорит очень просто — у всего своя наука. И он описывает такую науку, как драматургия, «Поэтика» в книге своей «Поэтика», включая и риторику точно так же. И одно из важнейших правил, правильно доносить свои мысли, важнейших правил именно формы преподношения — это наглядные экспонаты. Это иллюстрации, декорации. Люди должны увидеть, посмотреть, ощутить какую-то свою связь. Для этого я вам показываю эту бутылку. Это, но еще дальше сделали разведчики. Разведчики, которые использовали наглядный экспонат двух других, которые говорили, что мы, да, можем забоевать эту землю, но они захватили внимание аудитории, говорили, обращаясь к самым тонким фибрам души еврейского народа, и смогли благодаря своей риторике убедить еврейский народ в совершенно обратном тому, чему является истина. Это тот вопрос, который задает Аристотель. Почему так происходит? Почему, когда мы хотим говорить правду, истину, то, что мы произведем сегодня, сплошь и рядом, этого недостаточно? Нужна еще и форма. И сами посмотрите, вспомните того же Хрущева, который выступал в ООН и бил туфлем по сиденью. Этот его пассаж запомнили все. Натаньяу, когда выступает в ООН и показывает там эту бомбу, которая, по-моему, до сих пор хранится у него в офисе. Это помнят все, потому что недостаточно просто говорить правильные вещи. Форма точно так же нужна. И этому также мы должны учиться у разведчиков. Поэтому, дамы и господа, если вы хотите дорасти, донести истину, то используйте всю науку о том, как ее преподносить в правильной форме. Изучайте риторику. И, может быть, тогда мы сможем победить в этой войне. И здесь уже будет ни шесть, ни семь, ни восемь. А эти цифры никогда не будут заканчиваться. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok